В древнем Риме горожане имели право на возмещение убытков Уже тогда такой сегмент, как страхование, пользовался большой популярностью Позже уже в Соединенных Штатах Америки эта форма бизнеса, собственно, как и многие другие, получила свое широкое развитие И компания, о которой мы сегодня вам расскажем, одна из первых американских страховых фирм Здравствуйте, это программа Корпорации Монстров И сегодня прямо из Нью-Йорка мы расскажем вам о настоящем монстре в своей отрасли компании MetLife, Metropolitan Life Insurance Company Компания MetLife была основана группой нью-йоркских бизнесменов в нижней части Манхэттена На улице Бродвей, 243 Конечно, сейчас здесь уже все совсем по-другому Первый офис компании появился в 1868 году Он состоял из двух комнат, в ней работало 6 человек Еще не был изобретен телефон и делать все приходилось почти что на бегу Страховые агенты сами ходили по улицам Нью-Йорка и предлагали свои услуги Первыми клиентами стали моряки и солдаты, сражавшиеся на полях гражданской войны После нескольких реорганизаций смен названий глава компании Джеймс Доу и остальные соучредители Решил сконцентрироваться полностью на страховании жизни Так образовалась эта Metropolitan Life Insurance Company С самого своего основания Мэтт Лайф пытается всячески упростить своим клиентам процесс взаимодействия с компанией И один из главных аспектов это то, что у нас есть огромное количество вариантов, как с нами можно делать бизнес Основные усилия тратились на подготовку агентов, которые приходили и убеждали горожан в необходимости подобной услуги Каждый из них пытался по-разному рассказать, что такое страхование и почему было бы неплохо застраховать себя В Нью-Йорке к концу 1870-х из 70 компаний по страхованию жизни осталось лишь половина Но в 1879 году под руководством Джозефа Кнаппа и Джона Хегемена компания обратила свой взор на Англию Там вовсю развивалось промышленное страхование Компания позаимствовала у англичан страховые технологии Мэтлайф наняла страховых агентов из Англии для работы в США Компания принимает очень важное решение, которое во многом определит дальнейшее развитие Мэтлайф решает продавать промышленное страхование Новый продукт удовлетворял критическую потребность иммигрантов Финансовая помощь в случае смерти кормильца Уже к 1880 году компания подсисывала более 700 подобных полисов в день Услуга была настолько дешевой, что воспользоваться могли ей даже женщины и дети, которые работали на заводах Страховой агент становился очень важным человеком в жизни почти что нищих рабочих Он приходил к ним в дом в одно и то же время каждую неделю Долго выслушивал об их переживаниях и материальных проблемах Такой подход стал настолько успешным, что уже к началу 20 века Компания занимала 49% в области промышленного страхования на рынке США Акциями со стороны страховых компаний в начале 1900-х подорвала доверие общественности к этому бизнесу В ответ на это в Нью-Йорке ввели законопроект, запрещающий компаниям по страхованию жизни инвестировать в акции корпораций В атмосфере ограничений со стороны законодательства и растущего беспокойства общественности Индустрия страхования подверглась значительным изменениям И Матлайф оказалась в первых рядах этого движения Страхование не только как разновидность бизнеса, но и как социальная программа В итоге это и станет основной политикой компании В начале 20 века иммигранты в США жили в тяжелейших условиях Которые зачастую были причиной распространения различных болезней Визита медсестер на дом, это был новый проект Матлайф В его рамках 20 миллионов в держателе страховых полисов было организовано регулярное посещение медсестер Они рассказывали жителям убогих городских кварталов, как поддерживать чистоту и следить за своим здоровьем Медсестры, работая в паре со страховыми агентами, приносили держателям полисов буклеты Заголовками вроде «Война с излишним потреблением пищи» или «Забота о зубах» К 1929 году компания распространяла более чем 50 миллионов подобных буклетов Существовала эта программа на протяжении 44 лет И к тому моменту, когда компания закрыла эту программу Можно было насчитать около 1 миллиарда подобных визитов 20 миллионов держателей полисов в 8 тысячах американских городах Понимаете, это было своего рода просвещение нуждающихся и малоимущих горожан Многие из них не соблюдали даже элементарных норм гигиены А потом, ведь понимаете, если человек живет дольше и хорошо себя чувствует Это только на руку страховой компании В начале 20 века важность страхования жизни была подтверждена двумя масштабными событиями Участие Америки в Первой мировой войне и гибель Титаника The New York Times писала В здании Metropolitan Life Insurance Company было выделено два помещения Где оказывалась помощь пострадавшим в трагедии В одном была организована раздача еды А в другом добровольцы оказывали первую помощь Помогали с транспортом и жильем Занимались страховыми выплатами Газета отметила, что первую страховую выплату Мэтлайф сделала без предъявления свидетельства о смерти Мэтлайф произвел первую страховую выплату на сумму 1000 долларов Без предъявления доказательств о смерти матери одного человека Был организован специальный комплекс в здании Мэтлайф Где занимались поддержкой выживших после крушения Титаника В 1929-м обвалилась американская фондовая биржа Мэтлайф начинает активно инвестировать в гособлигации Облигации коммунальных услуг И выдавать кредиты на покупку коммерческой недвижимости Тем самым обеспечив капитал для строительства таких высоток Как The Empire State Building, Rockefeller Center и Plaza Hotel Кроме того, Мэтлайф финансировала серию доступных по цене жилых построек В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Вашингтоне На самом деле, компания просто спасла эти проекты от разорения Сама компания чувствовала себя достаточно стабильно Под свое покровительство были взяты также американские фермеры Потому что у многих из них были проблемы с ипотечными кредитами Таким образом, компания спасла более 7 тысяч ферм С фермерами была проведена определенная работа Их задолженности покрыли, чтобы они могли продолжать работать на своих фермах Мэтлайф был самым крупным страховщиком жизни в США и Канаде Когда в 1941 году разразилась Вторая мировая война Для того, чтобы поддержать страну в военное время Компания разместила почти 52% всех своих активов Это около 5 миллиардов долларов Военные облигации 7 тысяч сотрудников компании отправились на фронт После войны компания выплатила своим клиентам 43 миллиона долларов В 1946 году оборот Мэтлайф был больше, чем в любой другой организации Америки За исключением правительства США Активы компании составляли около 8 миллиардов долларов Что превышало, скажем, весь бюджет Соединенных Штатов в 1935 году Такое богатство – самое большое накопление частного капитала в мировой истории Это позволило Мэтлайф занять в послевоенный период надежную позицию Постепенно сворачивая свою программу по сбору страховых платежей на дому Мэтлайф начинает разрабатывать варианты для клиентов со средним и выше доходом И пока конкуренты предлагают скидки по страхованию жизни и несчастного случая Мэтлайф предлагает совершенно новый страховой продукт Знаете, изначально Мэтлайф продемонстрировала инновационный подход не только в области медицины Я думаю, что одним из самых главных нововведений было развитие выгодных страховых предложений для сотрудников компаний Мы всячески пытаемся помочь людям получить финансовую защиту на своем рабочем месте Мэтлайф сегодня по всему предлагает широкий спектр предложений по защите своего здоровья, своего имущества И все это в итоге сводится к финансовой безопасности В 1972 году компания одной из первых начала предлагать автомобильное и жилищное страхование А в 1991-м Мэтлайф становится самым крупным страховщиком жизни в Северной Америке Портфелем страховых полисов свыше триллиона долларов А 5 апреля 2000 года Мэтлайф становится акционерным обществом В ознаменовании этого события Боб Бен Машье, генеральный директор компании «Все годы», находясь в здании всемирно известной Нью-Йоркской фондовой биржи, позвонил в колокольчик за свидетельство в тем самым начало активной деятельности на финансовых рынках страны и официальное первичное размещение акции Мэтлайф Вы знаете, 25 лет назад глава компании осознал, что страховые компании для большинства людей выглядят достаточно уныло и весьма недружелюбно И на данный момент многие из них, к сожалению, остаются таковыми Глава Мэтлайф пришел в рекламное агентство и сказал «Сделайте так, чтобы мы отличались от других компаний Придумайте что-то, что могло бы нас выделить В чем ваш основной посыл?» спросил глава рекламного агентства «Наш основной посыл — это надежность», — ответил исполнительный директор В итоге получилась следующая рекламная концепция Мультяшный персонаж Лайнас, который несет за собой одеяло Одеяло символизирует безопасность В Штатах он очень известный персонаж Ну, примерно как у вас, волк из Нупагоди Действительно, рекламная кампания Мэтлайф была революционной Она была основана на известных героях мультфильма о Снупе и его друзьях компании Пиннадц Любимые мультяшные персонажи символизировали дружбу и открытость Так Снупе стал символом бренда Мэтлайф Снупе действительно не очень известен в России Но в Америке это один из самых популярных персонажей Автор этого мультфильма, художник Чарльз Шульс Был долгое время клиентом компании Мэтлайф И таким образом он познакомился с руководством компании В процессе обслуживания компании И, соответственно, когда в 80-х годах встал вопрос о ребрендинге И смене образа компании То руководство вспомнило об этом художнике, об этом мультфильме И так вот собачка Снупе появилась на наших визитках Также в целях рекламы мы используем дирижабль Понимаете, многие часто видели его по телевизору Мы транслируем разные захватывающие спортивные события прямо из него Также есть еще один момент Он символизирует, что Мэтлайф все время рядом В США у нас два дирижабля Также мы собираемся развернуть подобную программу в Японии Вообще, это одно из наших приоритетных направлений в маркетинге Понимаете, дирижабль обеспечивает не только узнаваемость бренда Он также приобретает определенную ценность В том смысле, что транслируя спортивные мероприятия в стране Мы делаем так, чтобы зрители могли наслаждаться спортивным зрелищем Поскольку не прерываем его обычной рекламой Теракт 11 сентября выплаты страховых компаний США Превысили все предыдущие показатели И достигли 10 миллиардов долларов Огромное количество мелких страховых фирм разорились Кроме того, теракт нанес огромный ущерб фондовым рынкам Именно поэтому Мэтлайф принимает решение Вложить миллиард долларов в широкий круг публично торгуемых акций Тем самым в очередной раз поддержав экономику США Именно в этом зале более 100 лет принимались все самые важные решения в компании Как, например, в 2005 году Мэтлайф приобретает City Group Travelers Life & Genuity за 12 миллиардов долларов Эта сделка стала решающей как для самой компании Так и для страхового бизнеса в целом Поскольку Мэтлайф становится крупнейшим страховщиком жизни в Северной Америке И крупнейшей компанией по корпоративному страхованию Встретимся вечером В 2009-м в разгар финансового кризиса Мэтлайф объединяет индивидуальное и корпоративное направления бизнеса А также автомобильное и жилищное страхование При этом не испытывая особых финансовых затруднений В отличие от других американских гигантов Через год компания покупает American Life Insurance Company За 16,2 миллиарда долларов В 2011-м Мэтлайф заключает спонсорский договор Со стадионом в Нью-Джерси Домашней ареной прославленных команд по американскому футболу The New York Giants и The New York Jets Подобное спонсорство, конечно, могут себе позволить немногие компании Мы действительно очень выборочно в этом плане Мы хотели спонсировать стадион, который, с одной стороны, имел бы большое локальное значение Например, в Нью-Йорке А с другой бы фигурировал и на мировой арене В Соединенных Штатах матчи по американскому футболу проходят на этом стадионе А также на этой арене недавно встречались Аргентина и Бразилия На этом стадионе в 2014-м году будет проходить чемпионат по американскому футболу Супер Бау – одно из самых рейтинговых событий на сегодняшний день В течение какого времени продлится партнерство? Столько, сколько будет существовать стадион В этом и есть весь Мэтт Лайф Если мы что-то начали, то мы идем до конца В России мы являемся спонсорами Большого театра Мы находим путь, как взаимодействовать с людьми в этой стране Наше спонсорство, с одной стороны, показывает, что мы, безусловно, глобальный бренд Но в то же время мы стремимся подчеркнуть ваше национальное достояние Стать партнером Большого театра – это большая честь Там не случайных компаний, большие очень внимательно и тщательно относятся к выбору партнеров Наша стратегия заключается в том, чтобы у клиента сложилось ощущение, что мы все время рядом При этом это присутствие не должно быть навязчивым Но мы всегда стремимся вспомнить вот это ощущение стабильности И того, что рядом есть компания, которая может прийти на помощь в трудную минуту Сейчас в Мэтт Лайф обслуживают около 90 миллионов человек На всех континентах мира, кроме Атарктиды Но все же основной актив компании – это многолетний опыт, репутация непоколебимой стабильности И отсутствие финансовых провалов за все 144 года Это была программа корпорации «Монстров» С вами была Майя Тухелидзе Успехов вам и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok